Ну, с зажигательными патронами или с этими фугасами, сильно-сильно, если расстрелять машину, ну пусть она загорится в каком-то условии, ну, бляха-муха, ну не все время же, не просто врезался и горит, что за бред вообще? Ладно, дальше. Значит, тут более подробная механика, то есть всякие детали там, что нужны насосы для подкачивания колес, что это абсолютный бред, что машины с покрышками или безкамерными покрышками так легко зашить, легко смонтировать, это на самом деле нихрена не легко в таких полевых условиях. Если тебе нечем накачать колесо, чувак, ты встрял, ты будешь ездить на плоском очень долго, блин, то же самое, как можно сменить колесо без домкрата, без хотя бы, я не знаю, нет, можно без домкрата, я знаю, там кирпичи, все дела, я знаю, там парочка из способов, как бы, я не спят, но есть способы. Ну, у нас-то вообще колесо снимается просто так, а машина в воздухе висит, что за херня? То есть мы играем реалистично, у нас реалистичные повреждения, реалистичная симуляция оружия, у нас реалистичная еда, крафт, лут, но, блядь, колесо мы снимаем, простите, фантастически. Вот, и потом, в этом реалистичном всем мы ездим на нереалистичном восстанавливаемом транспорте, давайте уже хотя бы балансировать. Пусть тогда эта починка занимает хрен знает сколько времени, пусть не будет у тебя насоса, но пусть это очень долго будет, ребят, долго, просто долго. Пусть это будет такая компенсация, что у тебя нет там насоса или нет домкрата, но снять колесо нужно долго, пусть будет долго. Окей, вы поняли. Тут же также идея, что вообще транспорт изнашивается все время, со временем, например, стекла становятся грязными, корпус становится грязным, двигатель вырабатывает ресурс, там, трансмиссия, но все части, какие могут быть, они постоянно, постоянно, постоянно расходуются. То есть это не значит, что они там через неделю сдохнут, нет, это речь идет о том, что транспорт, который в активном использовании неделю игрового времени, вот тогда он очень заметно будет и ржаветь, и, значит, терять свойства какие-то, там, тягу, мощь, ну, такие дела. Вот, дальше много-много примеров того, что можно делать в транспорте. Естественно, в транспорте можно там есть, пить, смотреть по сторонам, менять сиденье, смотреть в бинокль, стрелять из транспорта, это все расписано. Вот, также тут я добавил идеи про то, что можно запираться внутри транспорта и запирать транспорт снаружи. А вот тут конкретные примеры транспорта, например, добавить газель, как самый распространенный транспорт для, там, всяких, для скорой помощи, для маршруток и все. То есть, каким-то хреном непонятным уроки-то старые Волги повсюду, какие-то разбитые Рафики, УАЗики и Хаммеры. Очень-очень странный, странный выбор машин, при том, что, говорю, в постсоветских, у нас везде валяются, у нас даже сейчас валяются везде разбитые Зилки, Уралы, газельки стоят ржавые повсюду. Так что, вот, в том ПАЗике я попросил тоже, вот, ПАЗ, как распространенный автобус. Я спасибо за отдельный, конечно, за этот, как он называется-то, вообще уже, Вальдгеймер, забыл, как он называется. За Икарус отдельное спасибо, все нормально, но ПАЗ тоже нужен. Потом, вот, тут есть предложение, значит, дельтапланы, парашюты, парапланы, вот, лодка с веслами, как самый распространенный транспорт водный, самодельные плоты, роликовые коньки, тележка, это магазинная тележка, как средство транспортировки лута и катания с горки. Значит, инвалидное кресло, значит, самолеты, которые могут садиться на воду, возможность залезть в багажник, ага, это было. Вот здесь отдельным пунктом, трупы не вываливаются из машин. Так, потом, возможность перехватить управление, если убили пилота, ну, например, выпнуть ногой водителя, сесть до руль. Дальше, тут всякие варианты буксирования, то есть, с помощью веревок и всякого такого. Вот, тоже интересная идея, что полностью загруженная тачка с забитым багажником и со всеми пассажирами, она визуально на подвеске сказывается, то есть, она визуально ниже, и у нее больше износ подвески, то есть, у нее может лопнуть колесо, там, клиженс, короче, или как он называется, я не автолюбитель. Ну, вы поняли, то есть, машина, она как бы проседает, если чем больше ее нагружаешь, тем больше она проседает, и тем больше ее нагрузка, и она изнашивается. Так, потом эти дрезины, значит, на рельсах, самодельные дрезины, можно тушить пожар, тушить огонь на транспорте. Так, бла-бла-бла. Ну, вот, что постоянная езда, особенно в дождь, загрязняет стекла на машине, их нужно протирать или использовать дворники. Вот, потом, значит, заводить машину с толкача, толкать машину, вообще перемещать машину, например, там, пять человек могут спокойно любую легковушку толкать на большое расстояние. Вот, возможность переворачивать транспорт, не только когда он упал, но и когда он на колесах. То есть, пять человек приехали в лес, чтобы машину не угнали, что они делают, вы не знали? Они могут ее перевернуть, на бок хотя бы запротянуть, если уж машина не сильно там эстетическая. Да, так делают. Перевернули машину, один человек машину уже никогда не угонит, даже два не угонят. Запарятся переворачивать обратно. Так, здесь всякие погрузчики, краны, предложения пожарной машины. Так, случайное количество лута на заправках. Так, вот отличная идея добавить Су-29 и похожие самолеты в качестве летного транспорта. Это пилотажные самолеты, они очень простые, очень легкие, очень простые в обслуживании, простые в ремонте. Это вообще очень крутые самолеты. Они легкие, маневренные, требуют меньше топлива, меньше обслуживания, меньше взлетного расстояния. В общем, всего меньше. Это реально очень крутой самолет для одиночки. Там, по-моему, два даже этих сидения. Они гораздо чаще встречаются, чем военные. И они должны быть вообще в игре обязательно. То есть, потому что в любом городе, где есть аэродром, ну, более-менее такой распространенный город. Ну, как это не распространенный, а населенный хорошо город. Ну, в нем, помимо гражданского, гражданских самолетов, которые не всякий вообще может там запустить и взлететь, и вообще, может быть, там, не знаю, ну, вы поняли. Вот такие самолеты, они хотя бы парочка должна быть. Это очень крутые самолеты. Дальше, ну, тут написано, что всякие цистерны с этим, с топливом, цистерны с топливом на железных дорогах, бензовозы всякие. Дальше, ну, так, вот тут сделать самому плод с веслами. Вот, насос или шланг. Если нет насоса или шланга, ты не можешь слить бензин из бака. Это физически невозможно. Невозможно просто так выцелить бензин. Это бред. Нужна трубка хотя бы, я не знаю, какой-то шланг. Хоть даже, знаете, капельницей можно действительно сливать бензин. Можно, согласен. Но просто так подойти и набрать канистру из бака, господи, какой бред вообще. В том-то вся и ценность, что просто человек с горы не может так просто слить. Иначе бы тут сливали вообще. Ладно, вот хорошая, отличная идея выделена красным. Хотя бы три типа топлива. Авиационное топливо, дизельное топливо и бензин. То есть, соответственно, это для самолетов, для летательных аппаратов, для всяких кораблей, тракторов, автобусов, грузовиков, соляра, дизель. И бензин для всего остального, что подходит. Вот, дальше. Ну, тут краска, покраска, значит, баллончики с краской. Значит, фароискатели разные, которые можно крафтить на разные предметы, на машину, на рамы самодельные, на пулеметы тоже можно крафтить. Вот хорошие, да, идеи. Так, вот прикольная идея, что можно повесить рюкзак, сумку на велосипед или мотоцикл по бокам. Ну, вы знаете, то есть, ну, на руль можно. То есть, реально есть способы перевозки мешков и сумок, короче, на таких вот транспортных средствах. Также вот, что сами мотоциклы и велосипеды можно на некотором транспорте вешать, как на радиаторную часть, так и на багажник, на крышу даже можно цеплять. Вот, неплохая идея цепей на колесах для повышения проходимости, пристегные ремни, ремни безопасности для того, чтобы после столкновения не получать урон. Можно пристегнуться, можно не пристегиваться, можно крафтить самому на разные сидения. Ну, тут, значит, домкрат, что это такое? Насос, домкрат, потом дом на колесах, возможность пить есть, все было. А вот, и отдельно добавить самые распространенные постсоветские мотоциклы Урал и Днепр с фотографиями. Так, еда. Короче, ложка, вилка, нож ускоряют процесс поглощения пищи. Сигареты в игре для ролевых, для ролевки атмосферы водка, как дезинфектант. И, короче, ну, тут вызывают некоторые эффекты камеры, то есть, дезинфицирующие вещество. Энергетики, кофе, бла-бла-бла. Возможность пить из фляги столько, сколько нужно. То есть, пока пьешь, заполняется, идет, как бы, показывается визуально, наполняемость фляги снижается. Когда захотел, прервался. То есть, можно оставить глоток, допить другу, можно полбутылки выпить, можно еще что-нибудь, потому что сейчас вообще бред. Одна бутылка на двоих литр жидкости, в пустыне двое погибают от жажды, и, соответственно, один выпивает все, как полная крыса. Как полная крыса, сука, извините. А другой вздыхает, потому что вы говорите, ну, нельзя никак выпить, только вот литрами надо хлестать. Причем Рокету это сказали однажды, он такую странную вещь сказал. А что, а вы-то знаете, мы на марше там ходили на учениях, и так я бутылку только так выпивал, целую флягу вот так вот хрясь и выпивал. Кто спорит-то, что человек не может, что ли, выпить флягу? Да можно и три литра залпом выпить, и лопнет пузо, конечно. Я понимаю, но можно же, блин, если у тебя рядом человек-то нуждается, зачем выпивать всю флягу-то? Не напьешься, ну, да хоть немного человеку оставишь, короче, что я объясняю. Все, так понятно нормальным людям, на руки-то нормальные. Так, то же самое нарезать и еду, которую можно нарезать, там, например, пол-палки колбасы. Так, пить из любого источника воды напрямую, без вообще, без любых инструментов. Вот просто подошел и пьешь, там, нагнулся, попил из лужи, нагнулся, попил из колонки, из, там, не знаю, ну, из чего угодно, из бочки, куда рука пролазит, ведь потому что можно зачерпнуть все дела. Так, вот отдельно идея, чтобы побольше было традиционной русской консервации в домах. Ну, непонятно почему, всякие там, закрутки всякие, огурцы там консервированные, помидоры там, кабачки, ничего этого нет, непонятно, один хайнс долго. Так, ну, тут устройство для сбора воды дождевой, канистры, бла-бла-бла-бла. Так, вот здесь мясо и другая приготовленная еда, значит, портится со временем. На банках консерв, консерв случайно появляется, случайно выдается банкам с консервами, и рандомная дата производства, что ты, ну, то есть, ты можешь открыть банку, она будет гнилая. Вот. Также открытые банки портятся, ну, вот такие всякие. Так, тут у меня почему-то написано, земляника в горячем напитке может снизить температуру. Ну, как бы, да, почему нет. Корень солодки эффективен против диареи, окей. Вот. Еще тоже прикольно, что можно есть на ходу, можно есть на ходу. Можно на ходу съесть кусок хлеба, яблоко, банан. Можно даже на бегу съесть все это, ребят, реально. Я вам серьезно говорю. Да, ты можешь там поперхнуться, да, это будет дольше, да, это может быть не так усвоится. Но можно съесть, можно, можно. Да, там еще тоже есть на бегу, можно все делать, в принципе. И оружие менять, и перезаряжаться прекрасно можно. Я даже знаю людей, которые на бегу могут в тетрадке там что-нибудь писать. Так, все, что касается зданий и строений. Я тут отдельным пунктом первым вынес, что очень многие модели интерьеров слишком не в масштабе. Иногда подходишь к плитке газовой, она как игрушечная, она просто тебе ниже паха. Стульчики тоже как детские иногда бывают. Это так сразу не заметишь, особенно если просто смотришь на весь интерьер. Но когда туда заходит игрок, очень часто видишь, что игрок гораздо больше, чем. Может быть, и даже уже пофиксили. Дальше. Возможность сидеть на всех, сидеть или лежать на всех предметах интерьера. Это обязательно. Потому что, ну, как бы, ролевка должна быть. Наверное, возможность крафтить такие предметы тоже нужно. Ладно, их не снять. Так. Возможность вылезать через окна. Возможность заколачивать окна. Возможность сжечь, добывать, короче, и стульев, и заборов дрова, короче. Вот хорошая идея добавить таблички на дома, с табличками домов на знаниями улиц, в городах. Вот тут зомби могут выломать закрытую железную дверь со слабым замком. Через спустя какое-то время. Если игрок себя... Если игрок не моется, короче. Если игрок не моется, то после того, как он побегает по лутаю здание, ты можешь зайти, и в течение, там, определенных, там, минут 10 или 20, ты можешь зайти и получить статус в чате. Вы чувствуете, как очень сильно воняет чьи-то, чьими-то грязными подмышками. Вот. А что, клево? Заходишь, воняет. Кто тут бегал? Что за свинья тут бегала, немытая? Все нормально. Вы заходили когда-нибудь в магазин, когда бомжи туда зайдут что-нибудь полутать? Ой, копей. Это там мочо это и воняет. Еще минут 15, наверное, невозможно стоять. Дальше. Локации и ландшафт. Исторические бункеры, фортификации, укрепления, полицейский участок, большие супермаркеты, большие парковки, автомонтажки. Центры по контролю за заболеваниями, как источник неплохого начала распространения инфекции зомби, экзавируса. Возможность уничтожать уличное освещение, если таковое будет. Больше падших деревьев, больше, короче, сухих всяких деревьев, там бревен в лесах. Более густая растительность должна быть, которая замедляет движение. Возможность таскать бревна, бла-бла-бла. Так, канализация, в которую можно залазить. Особняк, локация и особняк. Короче, типа дом богатого чувачка. Там можно найти редкий, бестолковый, античный лут. Система безопасности, оружие. Ну, ништяки. Так, значит, морская платформа буровая в море. Вот, и тут это я от себя добавил. Еще, по-моему, кто-то тоже предлагал. Убрать нахрен из армы, все эти, из армы из Дейзи, убрать нахрен все звуки, которые воспроизводятся просто так. Всякий хруст веток, когда никого нет рядом. Всякие вспархивающие птицы, которых вообще не существует. Какой-то удар по сетке рабицы в локации, где вообще нет ни одного забора. Это вообще такой мрак и бред. Это вообще полный отстой. Даже для армы, я даже не понимаю вообще, как это вообще можно было сделать. Неужели нельзя зациклить какие-то более нейтральные звуки, шум? Добавить, ну не знаю. То есть это очень-очень дезориентирует. Причем я... Кто-то скажет сейчас. Да, это прикольно, ты что сразу... А, шухер, что такое? Кто тут, кто, кто, кто? Что, вау, тут кто-то, наверное, ходит, там, ты боишься. Это добавляет теншина, типа, ну, значит, ощущения более острые. Так, ёпте, что, нельзя, что ли, сделать еще круче тогда ощущения? Нахрена это дерьмо? Когда можно сделать, там, собака за вылов за километр, там, уууу, волк какой-нибудь. Или, там, вот, сейчас, классно, какая музыка началась, слышите? Вот, что-нибудь, там, какой-нибудь страшный звук, там, или какой-нибудь далекий рык, или земля затрислась, там, уже столько всяких страхолюдин на тело, что люди вообще голову сломают, что происходит. Все будут бояться ходить, там, ну, нафига вот это отвлекающее лишнее абсолютно. Ну, Рокет говорил, все звуки переделаю, так что я ему верю. Так, делать зарубки, навязывать, там, ленточки на деревья, чтобы помечать локации, использовать грязь, грязь и всякую... Да, использовать грязь, чтобы намазать себе лицо, замазать яркую одежду, чтобы, ну, для маскировки. Так, тут кто-то предложил, что если ты спринтуешь и врезаешься в дерево, то, чтобы ты падал, чтобы, типа, лбом стукнулся и упал, как дурак. Ну, не знаю, мне кажется, не очень лишнее это все-таки будет. Ну, хотя, с другой стороны, хотя бы будет защита от одного из макросов, который бесконечно бежит в одном направлении. Так, дальше. Вот, обувь и штаны, вот вся нижняя одежда, верхняя одежда, которая ниже пояса, становится очень грязной, когда много-много бегаешь по неасфальтированной дороге. Так, теперь у нас идут ловушки и безопасность. Вот, очень прикольная идея. Я не помню точно кто, но вот кто-то из наших на форуме предложил офигенную идею, чтобы, например, или не на форуме... В общем, чувак, респект, отличная идея. Не помню, где я ее видел. Но автор есть в списке. И, значит, идея компенсировать нереалистичный офлайн. То есть, в жизни мы же не можем уйти в офлайн, правильно? Мы всегда в онлайне в жизни. Вот, соответственно, для чего мы делаем ловушки? Чтобы кого-то поймать. Но для чего существует система безопасности? Чтобы, как бы, в целях профилактики можно было обнаружить проникновение, правильно? Но вот вы построили крутую систему защиты от проникновения, которая там мигает, все такое сверкает, там, звуковые сигналы. В жизни это замечательно. Вы даже в 100 метрах, если подвал снарядите такой системой безопасности, то можете со 100 метров услышать его, увидеть, и проснуться, например, побежать, среагировать. Но в игре этого сделать нельзя, потому что вы в офлайне. Ни хрена не реалистично, правильно? Правильно. Так вот, чувак предложил, чтобы система безопасности поддерживали с посыланием имейла. А почему нет-то? Вот у вас есть ваш имейл игровой, на который вы зарегали аккаунт, да? Ну, стимовский, к пример. Да даже можно просто в стиме сообщение выдавать через стим, или брать имейл, и, например, вот у вас, например, вы подписали главная дверь системы безопасности. Если через нее кто-то прошел, вам приходит имейл, сработала защита на главной двери, и все. Да, это, конечно, может быть немного читерско, но, с другой стороны, идея прикольная. Если такую фишку можно будет собирать очень долго и трудно, то она себя оправдает. Так, ну, значит, всякие растяжки, растяжки на трупах, растяжки на всякой херне, там, палки, колья в ямах, баррикадирование помещений, бла-бла-бла. Так, вот здесь отдельно, о, про оружие, про оружие тут вообще дофигня. Значит, самым первым пунктом, красным выделенным, капслоком написано, «Хедшоты смертельны в 99% случаях». Все. Без всяких исключений, потому что это вообще просто мрак. Я своими глазами видел, как два раза стреляли в голову из Макарова, человек живой. В Дэйзи, в смысле, да. Само собой, всякие шлемы, баллистические, предназначенные для этого дела, рассчитанные на это, да, они снижают какой-то процент, может быть, не знаю, попадания из мелких калибров. Они, само собой, не защищают так сильно, как, не знаю, там, может, кто-то думает, что это панацея. Нет, нифига, прямое попадание пули, он пробивает практически любой шлем. Есть, конечно, всякие алтыны, может быть. Ну, во всяком случае, не мотошлем. Мотошлем вообще ни хрена ни от чего не защитит, ни от какой пули он не защитит, потому что он пробиваемый. Дальше. Вот тут есть тактическая и сухая перезарядка. Вот. Ну, это, кто знает, тот поймет. То есть, это, когда у вас осталось более чем один патрон в магазине, вы можете вытащить магазин и, не передергивая затвор, вставить новый магазин. Стрельба продолжится, потому что один магазин дослан в патронник. Это очень быстро. То есть, это буквально чик, чик. Если вы расстреляли весь магазин, затвор ушел вперед. В большинстве автоматического оружия так и происходит. Затвор уходит вперед. Вам нужно достать магазин, вставить новый магазин, дернуть затвор, чтобы дослать патрон в патронник. Соответственно, это больше времени не занимает. Есть еще возможность... Так, тут что-то еще предлагал. А что это, что это, что это тут? Б-б-б-б-б. А, ну вот тут подсумки для пустых магазинов специальные отдельные. Вот, отдельно красным выделено. Убрать R с перезарядки. Вот и все. Потому что это чит. Что, вот вы нажимая R, что должен сделать персонаж? Сам нащупать магазин, вытащить старый, кинуть его куда-то, нащупать где-то там новый и вставить. А может, тогда вообще, давайте, пусть будет R и S. R, reload, S, shoot. Нажал R, перезарядился, нажал S, он, игрок, пусть сам нащупывает цель и сам стреляет. В чем разница, я не вижу. Да, мы все привыкли, что R это перезарядка, но какого хрена она перезаряжает вместо меня? Может, я хочу другой магазин взять? Может, я хочу, не знаю, там, чтобы у меня магазин куда-то в другое место пустое улетел? Нахрена эта перезарядка читерская? Что это такое-то? Какой-то макрос, просто сделанный для ленивых. Это вот эта индустрия шутерская диктует вот эти все приколы. Нифига, человек всегда думает, где у него новый магазин, куда он где-нибудь старый. Даже, кстати, классная была идея, когда ты при перезарядке можешь выбрать, куда ты будешь магазин кидать. Потому что гораздо быстрее кинуть магазин, просто выпустить его из руки и вставить новый. Это буквально секундная перезарядка. Есть мастера, которые очень быстро так перезаряжаются. Но это очень богатые мастера. Вот так вот раскидывать в боевых действиях, раскидывать свои магазины повсюду. Хрен потом найдешь, еще отчитываться перед начальством за каждый магазин. Поэтому складывается все четко в подсумки. Пустой в подсумок, новый из определенного места достается. Поэтому вот то, что Рокет придумал со слотами, это идеально подходит. Я надеюсь, клавиша R вообще исчезнет. Пусть у вас будет быстрый слот. Вставите туда магазин, быстрый слот. Соответственно, нажали на него. У вас оружие, например, старый магазин. Куда он полетел? Полетел на пол. Пускай будет. Летит на пол, вам же хуже. Полетел магазин на пол, а новый вставился из кармана, из любого. В принципе, это нормально. Нажал 3, если ты подготовил заранее себе быстрый слот с магазином, и все нормально. Но просто нажал R, и оно откуда-то взялось, откуда-то взарядилось. Колда какая-то. Не хочу. Не хочу. Буду защищаться. Не убедите меня ни в другом, нифига. Ладно, дальше. Вот классная механика оружия. Вообще оружие, на самом деле, в руке довольно вещь не приклеена. Очень даже неприятно. И выронить оружие вообще расплюнуть, блин. Напугали, там, вас толкнули. Очень легко его выронить. Так что вот. Есть 50% вероятности, что оружие выпадет, если в него попадает пуля. Потому что это очень сильный толчок, весьма ощутимый. В зависимости от того, где у вас пальцы, вам может еще и пальцы хорошенечко ударить. То есть это такое довольно неприятное ощущение. Оружие может выбить, но не всегда. То же самое, когда вас мутузят и бьют, человек автоматически, инстинктивно пытается защититься. И чаще всего ему оружие может даже мешать. Он может инстинктивно расслабить руку, чтобы кого-то оттолкнуть. То есть 40% того, что при ближнем бое, рукопашке, человек может выронить оружие. При переломах, соответственно, повышается опасность. Потому что человек, у которого резко болит рука, например, перелом запястья, у него происходит нервная реакция. Он может расслабить руку просто. И она у него обмякнет от шока. То же самое от большой усталости и на бегу. То, что когда вы споткнулись или зомби вас сильно толкнули, тоже можно спокойно все. Можно потерять оружие. Просто выронить. И еще очень классная вещь, которой в игре нет и которая просто все решит. Вообще все решит. Ну, нет, не все. Но я люблю драматизировать. Нет, не все решит. Но очень многие ситуации получат клевые исходы. Должно быть действие обезоружить. Простое, понятное, на быстрой клавише. Подошел человеку, нажал обезоружить, удар по автомату или выхват автомата, я не знаю. То есть, и 50%, что ты сможешь выхватить, 50%, что ты облажаешься и тебе могут в суп дать в ответной реакции какой-нибудь. Там не важно. Но должна быть возможность обезоруживать. Может быть это потребует время. Может быть это потребует там чего-нибудь, я не знаю. Обязательно. Потому что меня выбешивает. Ты стоишь напротив с чуваком. Ты можешь ему прямо сейчас глаза вырвать руками, я не знаю. Палец засунуть в глаз, мозг ему, в мозг ему, блин. Ему можно рот порвать. Ему можно, не знаю, зубами прогрызть шею. Ему можно дать по яйцам. Ему можно песком кинуть в глаза. Да человек с автоматом перед тобой, это еще ни хрена, ни смерть. Потому что он должен на тебя нацелиться. Он должен вообще тебя в прицел поймать. Что у нас в игре происходит? Человек с автоматом это смерть. Потому что ты ничего не можешь сделать, ты не можешь его ни пнуть, ни ударить, вообще ничего не можешь сделать. Даже если у тебя свое оружие, вы как придурки будете стреляться с полуметра. Хотя первая реакция, когда рядом стоит человек, это ему этим же пистолетом в лапешник дать торцом. Так что должна быть. Это клавишка какая-нибудь отдельная, а без оружия. На близком расстоянии. Даже хотя бы для тех же случаев, когда, например, чувак там, я сдаюсь, я сдаюсь, сам еще автомат держит. Подошел, выбил. Естественно, например, можно в какой-то стойке, определенно, нельзя выбить. Но в какой-то стойке можно выбить. Ну, короче, должна быть какая-то механика. Потому что сейчас ближний бой, это какой-то вообще балет, танец просто бешеных гусей. Так, здесь идет индикация попадания. Я не буду объяснять почему, но индикация выстрела должна быть желательной, как в Call of Duty. Серьезно. Потому что вы своим телом и нервами чувствуете, даже когда у вас заноза, вы чувствуете точно в каком-то пальце и в каком именно месте. Но когда почему-то у вас попадает пуля в DZ, вы... Короче, ни хрена вы не чувствуете, ничего не понятно. Обязательно должна быть индикация. Тут у меня есть даже зарисовка, короче, как это примерно можно сделать. Идеальный вариант это очертание тела и точка там, где попало. Потому что вы реально, вы чувствуете. А здесь получится, если у нас никакого интерфейса нет, то вы нифига не почувствуете. Вас будет стрелять, и вы будете как, ну, знаете, как этот слон, который вы не понимаете, что происходит. Просто, а, что-то происходит. Но в отличие от слона, то, что он не чувствует, его не убивает. А у нас-то, блин, получается, мы ни хрена не чувствуем, боли не чувствуем. Откуда по нам стреляют, не знают, но подыхаем мы весьма реалистично. То есть это дисбаланс. Ну, тут, значит, не смертельное оружие, наручники, все, короче, в полной БДС. Дальше. Три варианта рукопашного боя. Быстрая атака, очень мало урона. Сильная атака, большой урон, но очень долго производится. То есть очень долго выполняется. И если со спины сильную атаку произвести, то это, там, не знаю, в зависимости от того, что у вас в руках. Если там какая-нибудь нож или дубина хорошая, то это проломать череп или убить. То есть это бэкстеп. Долгая сильная атака сзади в область головы. Это мгновенная смерть жертвы цели. Ну, вот, дисарм это, значит, обезоружить. Значит, тут предлагают управление как в пенумбре. Типа, зажал кнопку, махнул топором. Ну, да, интересно. Ну, всякие нокауты. Добавить вилы в качестве оружия птичневого боя. Добавить розочку из бутылки. Разбил бутылку, можно кому-нибудь порезать. Разбитое стекло на земле. Производит слышимый шум. Можно использовать в качестве уловок. Ну, как в метро. Вот тут предложение сделать птические прицелы не фуллскрином, а рендер тут, ну, короче, объектами. Чтобы можно было все-таки по сторонам смотреть. Потому что это абсурд. Чтобы выйти и войти в режим прицеливания, ты как будто бинокль. Ты даже не можешь открыть второй глаз, когда целишься в снайперский прицел. Потому что ты такой снайпер. У тебя даже снайперский прицел это бинокль. То есть бинокулярный снайперский прицел. То есть вошел в него и ни хрена ничего не видишь вокруг. Вообще ничего не видишь. Должен быть прицел по центру экрана, а по краям должен показываться игровой мир. И технология сейчас этого движка позволяет такое сделать. Так что пусть будет. Так, если сильно долго целишься, рука устает. Нужно отдыхать. Это, по-моему, даже вообще есть. Возвольность сделать обрез. Возможность использовать саперную лопатку как оружие. Вот, прикольная идея использовать снайперские прицелы для оружия. Использовать как монокуляры. То есть, почему я не могу взять снайперские прицелы и спокойно посмотреть на большое расстояние в него. Действительно, почему. Нож как оружие. Ну, это понятно. Вот, еще есть классная идея. Ввести обойму. То есть, есть магазин, но ввести еще и обойму. Пусть это будут два разных объекта. Каждый из них для своих целей. Например, если ты можешь снаряжать обоймы патронами, тебе очень легко заряжать магазин. Очень быстро. То есть, не по одному, а просто набрал обоим, например, шесть штук и вытащил. Если у тебя один магазин и шесть обоим, да, то, отстрелив магазин, ты вытаскиваешь пустую обойму, заряжаешь новую обойму. Таким образом, ты можешь иметь один магазин, несколько обоим. И вполне успешно, значит, вести бой. Вот, дальше. Возможность оставлять пометки на прикладе, маркером там или вырезать. Нож может быть использоваться. Нож можно использовать, чтобы срезать небольшие ветки для костра. Это уже было. Ножом можно открывать консервы. Удар прикладом есть. Естественно, его постоянно меня спрашивают. Вот тут пуля. Пуля, модель пули, чтобы после попадания она могла иногда застревать, ее нужно извлекать, иначе она вызывает инфекцию. Так. Разные типы боеприпасов, с вмещенным центром тяжести, трассеры, воспламеняющие и тому подобное. Ну, значит, возможность не только ударить рукой, но и отпихнуть что-нибудь ногой или вообще просто иметь возможность отпихнуть в тесной ситуации. Например, зомби. Значит, бензопила, как очень неэффективное оружие и как эффективное оружие нарезки деревьев. Сигнальный пистолет, мини-бензопила, в качестве приспособления для оружия в штык-ножа. Ну, дурацкая затея. Но просто круто выглядит. Так и написано. Значит, расширение функционала гранат и симуляции. У каждой их гранаты, кто не знал, существует... Ой, я это перевел по-русски, уже не помню. Короче, есть начальный выстрел. Короче... Сейчас скажу. Сейчас я расскажу, что по-русски-то там... Значит, когда вы чеку дергаете, запал... Когда вы отпускаете... Предохранительный этот рычажок отпускается, буквально через... По-моему, написано... Через полсекунды после броска, когда вы рычажок отпускаете, происходит выстрел. Очень довольно громкий выстрел. Это выстреливает воспламеняющий элемент. То есть, это вот сам зажигатель. Он горит 3 секунды, потом поджигает взрывчатое вещество. То есть, когда вы кидаете гранату, она летит не тихо в стелсе. Ни одна граната, по-моему, так не летит. После броска она отлетает на какое-то расстояние и делает щелчок очень-очень четко слышимый. И потом только взрывается ба-ба-бах. Понимаете? И там есть видео, и на этом видео можно посмотреть. Да, наша РГД русская. Кидаешь, она сначала стреляет, а через какое-то время она уже взрывается. Это очень демаскирует. И это первый способ вообще избежать, вообще самого себя подготовить. Потому что, услышал выстрел, это может быть не только выстрел, это может быть еще и граната. Поэтому нужно и ложиться, и убегать. Ну, такие дела. В общем, это рассказывается. Еще была идея разгибать-загибать усики. Ну, это жесть вообще. Чтобы чеку выводить быстрее, подготовка гранаты. Ну, не знаю, насколько это вообще правда. Лазеры. Лазеры, которые слепят. Фонарики, которые слепят. Значит, отражение на... отражение солнечной зайчики, короче, от оптики, которую демаскируют. Можно делать заглушки специальные, чтобы не блестела оптика, не плековала. Гражданские указки лазерные можно использовать для, ну, таких корявеньких лазерных прицелов. Да, и вообще использовать. Для холодного оружия вот предлагают симулировать заточку, потому что все-таки большинство холодного оружия в мире не приспособлено для нанесения таких боевых ран. Ну, конечно, острые ножи, это все я понимаю, но вот, например, топоры там и все, они очень хорошо тупятся, и в основном они не так заточены, как надо. Ну, в общем, предлагают заточку. Пусть тупятся. Все, на себе, почему нет. Одежда, значит, можно возможность надеть капюшон. Почему у нас толстовки без капюшона? Значит, мокрая одежда, которая снижает подвижность, которая вызывает там простуду, также она стирается. В мокрой одежде портятся бумажные предметы и растворимые. Вот прикольную, возможно, интересную фишку я придумал, что можно одежду вешать в шкафы или на гвоздики какие-нибудь или там на палку. Вот. Еще тут я вот этого не понял в инвентаре. Я думаю, что это просто я не то, что не понял, это просто пока только для начала. Я не очень понимаю, почему нельзя носить рубашку поверх футболки, а поверх рубашки носить куртку, а поверх куртки например, надеть еще какой-нибудь гилик или какой-нибудь плащ-палатку. ведь это абсолютно реально. Сейчас, в данный момент, к сожалению, мы можем надеть, там есть только один слот, он называется топ. На этот топ по выбору можно надеть только футболку, только там рубашку, только куртку. Для жилета есть отдельный слот, но почему-то для плащей, плащей вообще, про плащей вообще ни разу ничего не слышал. Так что вот я тут предлагаю плащей и вообще вот это вот очень много слотов наслоения. А Рокет говорит, мы вообще скоро эти слоты уберем из интерфейса и можно будет прямо с персонажа тянуть за модели, перетаскивать. Круто. А как, например, ну да, вообще-то правильно, все правильно. Молодец. Дальше. Так. Тут всякие подсумки, кобуры, например, можно же ведь носить и две кобуры, и одну на заднице, и под мышками две кобуры можно носить, и самому делать кобуру, и ремни всякие можно делать. Ну, в общем, тут вот расписано, короче, дофига всего, что можно действительно носить на себе оружие очень много, и за пазухой там, и в основном я на кобуру упирал. Так. Тут какие-то эффекты, замутнение. Короче, зрение немного нарушается, если идет дождь, то есть иногда оно как бы заплывает. Ну, это из метро идея. Вот. Для этого нужны дождики, зонтик, какие-нибудь защитные очки, может быть, значит, кепка с козырьком, капюшон, может быть. Вот тоже написано, что если у вас на глазах какой-нибудь стеклянный предмет и вода попадает, он должен тоже, ну, как в метро, в общем, мокром становится. Так, вот подсумок для пустых магазинов отдельно. Так. Вот. Еще классная идея, что, например, такие вещи, как шлемы пилота, танковые шлемы, шапки-ушанки, что там еще. В общем, все, что закрывает уши, чтобы действительно глушило звуки вокруг. Чтобы просто такой шум появлялся, небольшой гул, и снижалась, снижалась слышимость. Вот. Дальше. Я тут, как бы, пофантазировал, ну, не буду объяснять, почему, но, ну, короче, маски будут в игре обязательно. Их можно будет надевать на лицо. Например, вот можно надеть очки или маску. И вот, я тут предложил просто всякие разные маски, там, маски, костюмы, такое что-нибудь тематическое. Ну, правда, мне сразу сказали, что этого должно быть очень мало, а то слишком будет разрушать погружение в игру. Да, пускай будет с очень-очень редким лутом какая-нибудь маска там ведьмы, тролля, смайлика, там, капитана Америки, спайдермена, железного человека, президентов Америки, там, Санта Клауса, Деда Мороза. Ладно. Так. Вот. И отдельным пунктом в одежде идет такая просьба Рокки, да пожалуйста, не игнорируйте самые-самые распространенные русскую одежду и униформу. Телогрейка, фуфайка с фотографиями совсем, с ссылкой на Википедию, на голову, русская ушанка, а не закрытая информация. Дальше, на ноги, валенки, валенки в любом доме, в больших количествах, ну, очень-очень, очень часто лут, почему нет, почему нет-то, да, в них будет неудобно там, летом, ну, они пусть будут, блин, муха, они везде, да, мне кажется, даже в Чехии их у бабушек там стоят. Кирзовые сапоги, блин, это вообще мастхэв, вообще должны быть, тоже везде валяться. Ну, и в качестве рецепта тут раз уже пошли расовые предложения, вот, ссылку на википедию, что такое борщ, почему не можно крафтить какие-то там долбаные бобы, и нельзя борщ. Шутка. Ну, есть пункт, но это шутка, скорее всего. Вот, я долго, пока, я видел, короче, идею эту на форуме, которую я следующую опишу, я ее сначала поржал над ней, потом подумал и понял, что я ничего не буду с ней делать. Я не стал ее отклонять, но я понял, что это бред какой-то. А когда я начал писать презентацию, я понял, что нужно срочно ее добавлять. Очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень мелкий шанс, очень маленькая вероятность найти доспехи, доспехи, рыцарские доспехи в каком-нибудь там холле, какого-нибудь крутого здания, очень редкая возможность. То есть это доспехи, допустим, нательная броня, шлем какой-нибудь, налокотники, они почти бесполезны в бою, замедляют действия, очень тяжелые, защищают немножко от укусов зомбей, наверное, и от рукопашных атак, вот, еще они звенят. Ну, короче, почему бы и нет, ну, такая маленькая фишка, можно, 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 опять же, это не в приоритете. Тут вообще по приоритету очень мало всего, то, что приоритетом красным выделено, пусть будет идея, она, короче, пришла, пусть будет. Значит, предметы, крафтинг, так, добавить хотя бы два уровня качества предмета, то есть, если медленно крафтится, значит, становится качественным, если мы хоть в эфире, в эфире, если быстро крафтить, что качество низкое, низкого качества предметы оказывает меньший эффект, портится быстрее, высокого качества, наоборот, все, все очень просто и очень прикольно. Так, нужно еще от идеи добавить в стартовый лут игрока всякую бесполезную херню, вот просто, просто вспомните, вот вы вышли из дома, что у вас в карманах обычно, то какие-то билеты на автобус, мелочь какая-то, какие-то презики, жвачки, там заботчистки, может, кого-то блокнот, у кого-то паспорт, вот эта вся требуха должна быть рандомно появляться обязательно у игроков, и так же у зомби она должна быть, эта вся требуха, так что, то есть она, возможно, некоторых там будет телефон, а лучше сразу всем всегда одинаково, чтобы не, как это, ну вы поняли, чтобы не дохли люди, только чтобы вдруг появился телефон, то есть у всех одинаковый набор, большинство из этих вещей бесполезные, может быть вообще сначала бесполезные, люди ее будут сразу выкидывать, чтобы не терять время и место, а позже можно, и тут есть идея, позже добавить их в рецепт лута, чтобы, ну, вернуть им ценность, тогда люди, ну вот, а нубы еще поначалу будут всегда таскать их собаку, думать, блин, это пригодится, обязательно жвачка, наверное, почему-то там куда-то пригодится, или там, о, нифига, это, это, короче, паспорт, он обязательно мне очень нужен, очень нужен паспорт, а он вообще нигде, наверное, не пригодится, или там, о, у меня пачка денег, пачка денег, о, я что-нибудь куплю, непонятно, нигде ты ничего не купишь, никто не возьмет, ну, я тут дальше предлагаю, что пачка денег очень помогает, когда нет туалетной бумаги, вот, серьезно, почему нет, значит, о, кстати, тут небольшой косяк в оформлении, что тут еще, вот, еще возможность, почему именно готовка идет в туристическом котелке, любой, блин, нормальный, так сказать, нет, любой ненормальный турист, все мы когда-либо в детстве, может быть, ездили там на рыбалке, на всякие, да блин, готовят люди в пустых консервных банках, воду кипятят, елки-палки, и даже уху готовят, все нормально, и это именно я и объяснил, еще я, я отдельно, тоже мне родилась идея, почему какого фига, первым лутом, вообще самым первым для выживания, стал этот, полевой туристический котелок, да, я понимаю, это круто для туриста, елки-палки, у кого такой дома, у всех дома, у меня, например, нет такого, я его вообще впервые увидел, когда Рокет его показал, я даже не знал, что такие бывают, серьезно, но я точно знаю, что если бы я пошел в поход, я бы вот это взял с собой, ребят, просто кастрюль должно быть дофига, они должны вываляться везде, потому что я на любой мусорке, посмотрите, в старой кастрюле валяются, почему их выкидывают, да, она просто чуть-чуть проржавела, где-то там, человеку неприятно, что она немного ржавая, он ее выкинул, купил себе новую блестящую, но елки-палки, эту кастрюлю можно спокойно ставить на костер, немного ее кипятком обдать, и можно в ней готовить еще очень долго, и таких кастрюль куча, и их должно быть дофига, и готовить можно и в банке, и в кастрюле, серьезно, разница только в том, сколько, разница только в объеме, вот я рокетую сразу дал, что нифига, эти все котелки ваши специализированные, не должны быть распространенными, должны быть кастрюли, причем чем смешнее с ромашками, тем лучше, дальше, то есть это получается бред, у меня полная мусорка кастрюль, у меня с собой банка, пустая банка, да, консервная, а я не могу воду прокипятить, потому что мне нужно, я такой европейский избалованный человек, что мне нужно только туристический котелок, так, в который раз уже, дрова тут из мебели, бла-бла-бла, швейцарский нож, вот, насчет рюкзака, я предлагал идею создать, вот я не знаю, может кто-то и думал, но это была моя идея изначально, я очень давно ее придумал, и не понимал, почему так нельзя сделать, почему в других играх такого нет, рюкзак, у рюкзака есть два режима, один режим активный, второй неактивный, то есть это значит он компактный, сложенный и разложенный для ношения, сложенный, упакованный рюкзак, можно положить в другой рюкзак, серьезно, ребята, рюкзаки можно складывать у рюкзаки, и это круто, и это супер вообще, то есть вы можете реально пойти, лутая что-нибудь, можно пойти взять с собой рюкзак для друга, почему нет, ну, короче, это клевая идея, серьезно говорю, также я там предлагал всякие сумочки, пакетики, в которые можно все в рюкзаке рассовывать, удобно, например, в один пакетик одно, там, другой патрон, он и в третий еду, а вот рюкзаки изнашиваются, чем больше ты их нагружаешь, тем они изнашиваются больше, они могут порваться, так же тут есть идея дополнительных слотов красных, которые называют перегруз, то есть можно буквально ногой затолкать туда еще кое-что, но есть возможность, что лопнет лямка, треснет старая подметка там, ну, вы поняли, то есть это слоты перегруза, ими можно воспользоваться, если сильно прижало, но уж очень хочется взять с собой еще две книжки «Войны и мира», ну, так хочется, что ты прям запихал их в слоты перегруза, но у тебя есть риск, что лопнет все. Дальше, вот, сделать три модели каждого рюкзака, модель полная, заполненная под завязку, модель полупустого рюкзака и модель совершенно пустого, висящего рюкзака, чтобы можно было визуально понять, что не все у человека, а то все люди бегают с набитыми, надутыми рюкзаками, в которые залазишь, там лежит одна банка бобов, и муха летает, вот, вот, ну, тут Рокет шокировал, шокировал мир, вогнал просто все сообщество русское в ступор тем, что на рюкзаках нету лямок, какой кошмар, я добавил отдельным пунктом, ребят, не беспокойтесь, хотя мне вообще так насрать на эти лямки, вы не представляете, вообще полная фигня, по сравнению с тем, что сколько проблем в игре, ну, визуально согласен, но столько претензий я еще не слышал, типа, да что там зомби, вы посмотрите на рюкзаке лямок, нет, что это за игра вообще, было очень смешно, ладно, так, дальше что там было, так, вот, если вы кладете оружие, засуете оружие, в рюкзак, то если оно длинное, оно должно торчать, обязательно должно торчать, нельзя засунуть автомат, нельзя засунуть калашников в обычный рюкзак, невысокий, чтобы он не торчал, что за бред, так, вот, добавить гитару, добавить другие музыкальные инструменты, губную гармошку, банджо, флейту, хотя бы с некоторыми мелодиями, как в сталкере, впоследствии можно сделать, как в властелине колец онлайн, где можно прям аккордами, нотами играть, как на пианино, вот, я еще предложил от себя, очень простую идею, которая очень пригодится, это можно, например, взять любую кастрюлю, и хотя бы рукой стучать по ней, просто стучать, вот, вы в режиме, бью по кастрюле, кнопкой мыши, тыщ, 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 и он издает звуки, которые слышны в мире, это настолько простая, гениальная идея, что, блин, почему ее никто еще до сих пор не сделал, взял палку, стучишь по капоту, ты делаешь звук, сделать очень простые, легко, любую, вот, пустую банку консервную взял, чтобы ей можно было стучать, а в другую банку, все, люди уже, уже можно будет что-нибудь фантазировать, прикалываться, я не знаю, также вот возможность, я потом добавил, значит, стучать, просто свистеть, просто свистеть, ты просто свистнуть, ведь любой человек может свистеть, вот, просто свистнуть, вот, дальше есть, а, вот еще, можно стучать по котелку, по консервной банке, даже просто по шлему, по этому, это, чтобы другие слышали, так, можно вот тут скрафтить, цветной флаг, и возможность махать им, прицеплять к транспорту, ставить на здание, вот, также предлагали, вот, я добавил возможность, знаете, как на фонариках, кнопками, ну, кнопка, режим такой, на кнопку нажимаешь, он мигает, что можно было там марзировать, вот, кстати, этими стуками всякими, тоже можно марзировать, вот, я еще потом, после идеи просто про свист, добавил просто полицейский свисток, ну, или спортивный свисток, просто свисток, вы смотрите, бежишь, ну, офигенно же, ну, круто, блин, а почему нет-то, свистки, вообще такая простая вещь, везде будут валяться, мне кажется, так, дальше, вот, идея про обычные пластиковые пакеты, которые я рассказывал, про две руки, вот, маленькие, большие, большие емкости, от бочек до бутылок, то есть, можно взять бочку, набрать воды, например, на толпу, и поставить деньги в лагерь, вот, добавить слот шея, чтобы на шею можно вывешать бинокль, ребят, бинокль, чтобы в этом слоте было возможность повесить хотя бы несколько предметов, галстук, бинокль, и я не знаю, свисток, вот, потому что это реально можно повесить и бегать с этим, ёптить, дальше, вот, красным выделено специально для всех, кто просил, очень много раз просили, возможность моментально снять рюкзак и бросить на пол и убежать, я расширил систему другими идеями, и сам об этом думал, возможность моментально бросить оружие, не залезая в интерфейс, понимаете, когда за мной, я несу на себе там лису, я несу на себе в рюкзаке, кучу лута, какие-то там запчасти, я еле иду, у меня еще оружие, еще к три кобуры напичкано, я иду еле, я бежать уже не могу, я иду, и я вижу, что мне угрожает опасность, им нужно деру давать, вы что думаете, я буду что-то там сомневаться, если на меня бежит зомби, или бежит какой-нибудь придурок, машет топором, да я кину этот рюкзак ему в рожу, может быть даже оружие выкину, если у меня там мало патронов, я все кину и побегу еще быстрее, быстрого, понимаете, например, когда вот ситуация, когда за вами гонятся, и человеку действительно нужен только твой рюкзак, чтобы тебя облутать, ты кинешь этот рюкзак ему, и посмотришь, вдруг сработает, он еще остановится, гляну, что в рюкзаке, или подхватит его, а может вообще отстанет, просто, понимаете, обязательно нужно скидывать, иметь возможность скинуть ваш рюкзак, хотя бы рюкзак, вообще оружие тоже неплохо бы, быстро кинул, и все, даже просто быстро кинул оружие, может быть по тебе и даже стрелять не станут, но неважно, короче, кинул рюкзак и бегаешь быстрее, это обязательно нужно, вот возможность, как в вейс моде, залезть в человеку в рюкзак, если стоишь сзади, человек, естественно, должен получать сообщение, то, что ты всегда чувствуешь и слышишь, чтобы тебе лезать в рюкзак, это нормально, вот тут отдельный пункт, большой параграф про карты, значит, что карты можно, как бы достать и другим показать, каждый может как будто бы, типа подключаться к твоей карте, эти твои маркеры, вот, карты тоже желательно делать не на полный экран, потому что, что за бред, ты открыл карту и ничего вокруг не видишь, естественно, ты держишь карту и ты видишь все вокруг, ну вы возьмите любую бумажку, вот прямо сейчас, вот я беру блокнот, как бы я ни смотрел, я все равно вижу, что вокруг что-то, блядь, двигается, ребят, почему у меня карта на полный экран, я что, придурок, я что, себе, вот сейчас глаз, закрыл себе блокнотом, что ли, лицо, что за бред вообще полный, обязательно карта должна быть в окошке, в отдельном, никаких полноэкранных карт, херня какая-то, в армию еще, главный симулятор, блядь, командир слонился на карту, и ни хрена не видит вокруг, в железе, вот, карта может быть становиться мокрой, если карту в пакет какой-нибудь не положить, или защитный с чехол не поместить, она становится мокрой, разрушается, и в итоге она, короче, может стать вообще неюзабельной, вот, когда карту достаешь, она обязательно должна освещаться источником света, а не просто в любое время суток открываешь карту, она как на ладони, у тебя прекрасное освещение, хотя сам ты, сука, в темноте лежишь, ни фонарик у тебя нет ни хрена, но карта у тебя есть, ты открыл ее, она прекрасная, освещенная, лежишь ночью, фонарика нет, спичек нет, карта есть, хер ты ее увидишь, открыл, она темная, потому что нет источника света, есть у тебя спички, зажег спички, И все вокруг видишь, что ты сидишь как придурок На горе со спичкой и картой Понял? Понял Фонарик есть тоже, включил фонарик, посмотрел на карту Что за бред? Почему карта яркая? Она должна быть Такой же темной, как модель игрока Должна передавать вообще текущую Световое Окружение света Все Вот Что тут написано, картой можно огонь разжигать Карта может гореть Например, если там будет эффект горения Или повреждения от огня То карта может подгорать И дальше карта Если ранение у вас Кровавая карта в кармане В поврежденной части тела В поврежденной одежде Карты появляются красные пятна Они могут заслонять информацию Реально могут испортить карту И это реально, ребятки Абсолютно реально Карта без защитного чехла, без целлофана Это жопа, а не карта Это просто промокашка Она сотрется Сгниет Пойдет пятнами Всякими разными Вот Если брать карту грязными руками То и целлофан может запачкаться Ужасно Поэтому Если руки не мыть И брать карту без защитного чехла То она, короче, становится грязной Так, ну тут Небольшой звук Когда залезаешь в интервью В инвентарь Карту достаешь Блава-блава Ну вот тут больная тема Для всего сообщества Моя идея с золотишком Добавить золотые предметы Которые можно носить Тут же вот добавить деньги Просто Просто бумажки Никакая не валюта Просто бумажка Находится в банках В домах Часто в луте появляются Рубли, доллар и евро Больше ничего не надо Номинала два Хватит там пять долларов Десять долларов Все Тут кто-то предлагал Делать патроны Для охотничьего рожья Мол, это не так уж и трудно Не знаю, насколько это не трудно Но я когда посмотрел инструкцию Мне поплохело Там жесть вообще Вот Так Значит, защитная колючая полоса Парашют Аптечки автомобильные Просто контейнер От аптечки В которой можно что-нибудь Что угодно складывать То есть Систематизация лута Внутри рюкзака Карты, шахматы, шашки Нагрудный фонарик Эти Динамо фонарики Которые можно рукой заряжать Так Можно носить На головный фонарик Поверх шляп Поверх шапок Некоторых поверх противогазов А тут идейка термоса Чтобы кружечка снималась Идея Расширения функционала мусора Сделать лутабельные мусорные ямы Сделать мусорные баки С шансом на появление интересного лута Слишком Например, если 10 банок на полу валяется То 11 банка создает Из этих 10 банок Создает просто кучу мусора То есть будет захламляться территория Это прикольная тема Потому что Сервер удаляет много объектов А тут мы 11 объектом 10 объектов конвертируем в один То есть мы Это экономия ресурсов Крысы чтобы были Так, что тут еще Вот у меня написано Что Это очень Вот эти мусорные баки Лутабельные И если в них будет Что-нибудь полезное Или иногда Еда будет попадаться Дейзиш это по сути Симулятор бомжа То есть это Сейчас люди которые Бездомные Бомжи Которые сейчас на улицах Они уже давно Ваш Дейзи играют Мы для них зомби Потому что мы их частенько мочим Ну я не про себя говорю Я знаю что им достается От всяких неадекватов Неадекватов Вот Также для них зомби Это Милиция Вот То есть они постоянно Агрят на себя Всяких Социальных наших Уродов Они пытаются Прожить в этом мире Им нечего есть Они находят Побираются Ну Просят у френдли Игроков Некоторых Которые мимо ходят Очень много френдли игроков Да Вот Частенько они В мусоре находят еду Совершенно нормальную еду Ребята В мусорках Частенько нормальная еда Пол булки хлеба Можно там найти Какое то Яблоко То есть люди часто выбрасывают Можно если хорошенько поискать В плюс Всякие бытовые отходы Бумаги Ручки Зажигалки Это все Там до хрена Это все В мусорках И эти люди находят это И они пользуются Одежда Одежда постоянно Протерлось Протерлось немного колено Выкинули нахрен Да Можно носить Там Те же самые кастрюли Я рассказывал Да фига Это все Мусори Не зря они В этих мусорных бачках Ковыряются Так вот Я вам говорю Будь у нас Доизи в этом мире Мы бы ковырялись Сами в мусорных бачках Еще очень долго Пока они все не Расковырены будут Так что пусть эти бачки Будут лутабельными Мы будем тоже В них лазить Это будет круто Простите Так Возможность уничтожить Любой объект Любой разрушаемый Реальный объект Например Сжечь там Какую-нибудь банку лута Уничтожить Вот реально Просто можно Чтобы было Избавиться от предмета В общем Не знаю Не буду объяснять Почему Если подумаете Поймете Что это иногда полезно Когда ты хочешь выкинуть А лучше Все уничтожить Так Возможность Нашивать карманы На одежду На рюкзаки У меня написано Backax Backpacks Надо написать Так Вот Ребята Стремянки И переносимые лестницы Самодельные лестницы Деревянные Веревочные Чтобы залезать Перелезать И все такое Это круто Так Дальше Чехлы для оружия Чтобы сохранность Была побольше В оружии Чтобы оно не портилось Там не загрязнялось Так Очки Тактические Так Больше палаток Разных Колеров И пошивов Покроев Так Вот написано Что любую Любую одежду Можно порезать На тряпки Тряпки Использовать в крафте Для медицины Там и такое А так Усилители Мегафоны Чтобы орать На дальней дистанции Значит Котелки Из которых Можно есть Группой То есть Не просто Один человек Дальше Возможность Крафтить Всякие Всякие Боксы Контейнеры Коробки Чтобы в них Складывать лут И систематизировать Его например Даже в рюкзаке Или где нибудь Хранить Там ящики С оружием Бла 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 Вот А добавить Ну кто то попросил Просто типа Добавить Мишени Мишени с очертаниями Людей Или просто Мишени Там бей в десяточку Которые Тир Из тира Чтобы просто Практиковаться В игре Ну не знаю Мне бы хватило Простого дерева Я всю жизнь Пристрелился По деревьям В армию Веревка Веревкой Можно связать Можно подвесить Предмет На дереве Можно залезть На Так На На здание Можно скрафтить Зажим Этот Как он Господи Турникет Как он называется Тогда был Ну не важно Короче Парочка рецептов Для Веревки Также вот Есть прикольная идея Сделать Манекен И нарядить его То есть Набить тряпками Там мешок Ну короче Просто скрафтить Что нибудь Потом Можно сделать чучело Например Похожее Там дать ему Кому нибудь Старое оружие Разломанное Чтобы отпугивать Не только ворон Потому что знаете Иногда идешь Блин Померещится Просто А если ты Тебе не померещится Ты увидишь фигуру Какую нибудь в лесу Блин Ты вообще обалдеешь Я вот например Часто по магазинам хожу Боковым зрением Вижу манекен Который одет Как человек В шарах Я сегодня думаю Что это за человек Ну или почему он не двигается Почему он в углу стоит Там смотрю Там пустые глаза Пластмассовые Ааа Страх Ну Суть в том Что реально В некоторых местах Вот увидев Фигуру человека Ты можешь иногда Рыпнуться Просто Молниеносно Отреагировать И Слинять просто Это может реально Сработать Вот еще В этом же Аспекте Возможность взять Просто Высунуть шапку Из-за угла Там на палке Шапку свою Поднять Или Шлем Ну чтобы проверить Буду тебе стрелять Или нет А почему нет Это нормально Вот дальше Прикрафтить Хотя бы Изолентой зеркальца К любому объекту Чтобы можно было Из-за угла Посмотреть Вообще Отличная идея Вот тут я предложил Вот развил идею Прикольную Это тоже идея Не новая Это все Уже было в GTA Портативный MP3 плеер Это обычное устройство Требуется батарейки Или там зарядка Какая-нибудь стандартная Находишь этот плеер Если он у тебя есть В инвентаре Ты можешь Подключить к нему Динамики Переносные Мегафон Рацию Или наушники Что можно делать С этим плеером У тебя в папке На винте В определенной папке Будет называться Например MP3 Закидываешь туда MP3 И все что у тебя В этой папке есть В этом MP3 Плеере Появляется И ты можешь Спокойно нажать Плей И он играет И ты можешь Транслировать это Либо в себе В наушники Просто Либо в рацию На определенной частоте Либо Забраться на зеленую гору Транслировать на всю Чернорусь Либо просто В динамике Включить И слушать музыку Просто На сервере То есть Люди Которых Этот стриминг Поддерживается Они как бы От тебя Скачивают Эту музыку Вот так вот Ну я пока не знаю Технические Какие ограничения Но я думаю Эта проблема Не возникнет Нормальная идея Дальше Беруши Беруши Для защиты Слуха Редкие лут Всякие Бесполезные Там Мушкеты Часы Золотые В смысле Часы Всякие Старинные Монетки Ювелевные Изделия Всякие Золотые Зипа Ручки Паркер Сигаретные Портмоне Телефоны Вирту Написано Так Напомнить Бутылку Или флягу Любой жидкостью От бензина До Простите До мочи Тоже Почему нет Так Скрафтить Индийскую Свечку Ну это знаете Бревно Там Жир Ну короче Человек знающий Ссылка есть На рецепт В общем Горит Очень долго Позволяет Скипятить За 30 минут 2,5 литра Воды Все Уже устал 2,5 литра Воды Почти Конец Значит Другие Источники Света Зажигалки Зипа Старые Керосинки Свечи Простая Банка Простая Стеклянная Банка Со свечой Импровизированная Лампа Вот Цифровая Камера Требует Батарейки Ночью Делает Вспышку Делает Скриншоты Скриншоты Короче Она делает Скриншоты Эти Скриншоты Хранятся На сервере Я не знаю Не важно Будут они На сервере Хранятся Где они Будут храниться Может быть Дези Будут их Заливать На имгур Какой-нибудь Бесплатный А чё Бычу Нет Там Всё Халява Заливай Да и всё Вот На фотик Фоткаешь Скринги Это сохраняется Пока Неважно Где Любой Кто Нашел Фотик Может Посмотреть Скринги Это круто Можно Фоткаться Можно Передавать Фотик Просто Фейерверки Ну Как в Варкрафт Были Обычные Петарды Запускаешь Там Круто Всё Так Дальше Медицина Медицина Значит Есть Группа Крови Группа Крови Рандомно Выдаётся На Респе Не Перед Созданием Персонажа На Респе Ты Ты Респишься Смотришь В паспорт Видишь У тебя Группу Крови Ну И Пакеты Крови Тоже С Группой Крови То Группы Крови Они Их Можно Не Все Делать Но Хотя Парочка Несовместимых Чтобы Была Если Несовместимую Кровь Переливаешь Происходит Острое Гемолитическое Реакция Короче И Человек Может Сдохнуть Редкие Группы Крови Универсально Совместимые Группы Крови Пусть Будут Потом У меня тут Клевая Идея Вот Чтобы Ну Это Тоже Где-то Кто-то Говорил Не Знает Чья Короче Я Давно Об этом Думал Давно Это Придумал Я подумал А круто Что Если Ты Бинтуешь Руку Или Ногу То Этот Бинт Он Его Реально Видно На Ноге На Модели Чтобы Можно Было Сразу Понять Ага Человек Весь Забинтованный Чтобы Еще И Кровь Просачивалась Если Рано Свеже Так Что Бинты Тоже Грязнились Там Всяко Разно Что Видишь Если Человек Бинтик Беленький Значит Ага Он Только Недавно Сбинтовался А если Видишь Что Он Замотанный Кровавленый Тоже Клево Погружение Простой Градусник Нельзя Узнать Свою Температуру Тело Точно Без Градусник Я Лично Ребята Могут Сказать С какой-то Долей Уверенности Что Меня Ломает У меня Возможна Температура Очень Часто Ошибаюсь Температура Часто Просто Нет Но Частенько Я ее Чувствую Что У меня Когда Слишком Высокая Температура Да Чувствую Что У тебя Все Выломало Но Я Не Скажу 37 У меня 40 У меня Или Я Просто Кофе Перепил И Меня Таращит Вот Так Вот Термометр Дает Только Термометр Даст Тебе Возможность Определить Точно Температуру Высокую Или Низкую А Без Термометра Тебя Не знаю Может Только Другой Человек Подрогать Сказать Ты Горячий Например Или Ты Сам Можешь Подновить Ты Чувствуешь Что Тебе Жарко Или Холодно Вот Так Обычные Хирургические Перчатки Докторские Понятно Зачем Надел Инфекцию Не Подхватил Руками Когда Лутаешь Обычная Маска Хирургическая Против Некоторых Инфекций Болезней Вот Ну И Для Маскировки И Для Пугания Людей Вот Еще Прикольно Что Я уже Писал Что Небольшие Раны Со Временем Короче Начинает Подгнивать Может Инфекция Распространяться Вот Тут Создание Создание Бинтов Из разных Тряпок Из любой Одежды Можно Вот Прям Снять Рубашку Расскрафтить Ее На Бинты Почему Бля Нет Вот Почему Вот У меня Кровища Хлещет У меня Ребят Вот Я порезал Рук У меня Только Что Ранили Да Почему Я Не могу Снять Свою Рубашку И не Перевязать Себе Руку По Локоть Почему Я Сразу Это Сделал Я Всю Всю Одежду Какую Мог Б Изорвал Чтобы Это Все Дело Как То Хоть Подлечить Нет Ж У нас Вот Сейчас В Знаете Может Кто-то Скажет Я Слишком Близко К Сердцу Это Принимаю Нет Я Есть Вещи Которые Для Меня И Важнее И Еще Ближе К Сердце Я Принимаю Здесь Я Просто Переживаю За Клевую Игру И Меня Иногда Вымораживает Очень Сильно Нелогичные Моменты Так Тут Всякая Фигня Вот Паразиты Пожалуйста Блохи Глисты И Комары Почему Их Нет В Ладно Фиг С ними С Блохами Обойдемся Хотя Я Вас Уверяю Спросите Бомжей Блохи Ребята Это Круто Это Жопа Полная Гельминты Собственно Глисты Скажем Так Да Может Быть Такая Проблема От Антисанитарии Но Комары Ребят Комары Комары У нас Лиса У нас Россия Матушка Комары Это Задница Полная В лесу После Дождя В любой Стране Обязательно Должны Быть Какие Кровососы Пусть Это Будут Обычные Такие Среднестатистические Комары Которые Реально Кусают Пусть Будет Банка Этого Репеллента Набрызгался Забыл На 2 Часа Но Пусть Они Кусают Пусть Они Переносят Малярию Малярия Это Вполне Реальное Явление Особенно В таком Сценарии Вот Разнообразие Функционалов Шприцов Например Шприцы В которые Можно Вставить Вакцину Яд Транквилизатор Вообще Любую Жидкость Хоть Бензин Воткнуть Шею Костыли Отлично Палка Импровизированный Костыль Можно Реально Ходить С охренительно Сломанной Ногой Нет Почему Пожалуйста Ковыляй С костылем Да Круто Вообще Ребята Ну Анимацию Записать Зато Ты живой Зато Ты можешь Еще Тащить Рюкзак Не Валяешься Ты Беспомощно Не ползаешь По земле А с костылем Находишь Клево Почему Нет Так Инвентарь И управление Ага Так Вот тут Находу Значит Все делать Так Возможность Нажать Правой кнопкой Посмотреть Объект Вблизи Его модельку Из инвентаря Возможность Отключать Ход бар Делать его Менее ярким Во ночное время Возможность Приоткрывать Дверь Не полностью Медленно Мышкой Чтобы не Издавать Звуки Особенно Чтобы не Демаскировать Себя А то у нас Этот Двери В игре Открывается Как у спецназа Бах Ты Заполис Реально Расхрыстался Залетаешь Нет Надо Чтобы была возможность Тихонько Приоткрыть Почему нет Вот еще Клевая Кстати Идея У меня Пришла Я Уже Говорили Что Кто-то 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 Говорил Что Можно Перекатываться Как-то По-другому А короче Не помню Может это моя идея Может не Но мне так понравилось Вот смотрите Вот вы лежите на полу Да Вот прямо сейчас Вот давайте так Вот В эфире Утренняя гимнастика Можете на диван Вот Легли вы На живот Легли на живот Смотрите прямо Перед собой Целитесь прямо Перед собой Из пистолета Теперь ситуация Сзади У ваших ног Появляется Враг Ваша реакция Вы что Начнете Вокруг Своего паха Крутиться По часовой стрелке Чтобы повернуться В его сторону Чтобы выстрелить Да вы Как минимум Обернетесь Просто И выстрелите назад Я предлагаю Перекатывание Которое влево Вправо Роллы эти Перекатывание Сделать Половинчатым То есть Вы нажимаете Налево Вы перекатываетесь Не полностью Через спину А на спину То есть Нажали Перекатились На спину И вы можете Смотреть назад И стрелять назад Отстреливаться От всего Что сзади Потому что Сейчас В любой игре В любой армии Тактический шутер Если тебя Со спины Застали Тебе Пипец Ты не можешь Выстрелить назад Ты не можешь Повернуться назад Тебе нужно мышкой Крутить А если ты лежишь Все Ты вообще Трупак Ты просто Дебил Сзади стоит Чувак Тебе нужно только руку Вот так Вскинуть И выстрелить Или Откатиться назад Лечь на спину И расстрелять его Нет же Тебе нужно будет Встать Повернуться Или начать Кружиться Короче Дурдом Вот я и предлагаю Один Один Кью Или Е Влево Вправо Крутанулся Лежишь на спине Стреляешь перед собой Обратно Крутанулся Лежишь на пузе И все Все отлично Все круто Дальше Тут у меня Больше анимаций Эй Повисло все Больше анимаций Короче Больше всяких эмоутов Анимаций Да У меня тут пожарка Рядом Под окнами пожарка Где-то пожар Значит Притвориться мертвым Притвориться Что тебе больно Притвориться зомби Танцевать Аплодировать Лечь На диван Лечь на бок Подпереть голову Лечь на спину И руки за голову Ну как бы Отдыхать Сесть на стул На любой пенек Анимация Фейспалма Анимация Джимани Интернациональные Международные знаки Палец вверх Палец вниз Кивнуть Да Покачать головой Нет Пожать руки Пожать плечами Показать пальцем Провести пальцем По горлу Мол я тебя убью Скотина Показать факт Значит Это средний палец Позвать рукой домой Как нео Ну рукой к себе Короче Как нео в матрице Или как Брюс Ли Просто свистнуть Так Возможность Просто Сразу же Выкинуть Любое оружие Которое у тебя В руках И чтобы Показать Что ты сдаешься И И И Забандить На быстрые клавиши Например Любое действие Так Опять у меня тут Идея огня И света Фонарики Можно Присоединить К любому Объекту Можно Зажечь Спичку И держать Ее 15 секунд Спички В коробке Кончаются Их только 100 штук То есть 15 секунд Одна спичка Создает Источник Света Можно Держать Зажигалку Или Зипа В руке И ходить В темноте Пластиковая Зажигалка Через 2 минуты Взрывается Или лопается Просто Можно Заряжать Зипа Бензином Машинным Бензином Или Медицинским Спиртом С бумагой Если добавить Бумагу В костер Он зажжется Босс Быстрее Можно Просто Кинуть Зажженную Зажигалку На пол Кого-то Никого-нибудь Отвлечь Или Привлечь Ловушку Устроить О Кстати Тут много Всяких Идеи У меня было Насчет Самого Огня Самого Костра Костер Сам по себе Костер Когда горит Он очень мало Дыма Он практически Не дает дыма Он немножко Может быть Дает запаха Но дыма От него Не очень много Когда он горит А вот Когда он Только разгорается Или Когда он Только Разгорается И когда Потухает Тогда у него Дыма дофига Соответственно Визуально Дым должен быть Только в начале И в конце Посерединке Сказать Когда он горит Он должен быть Просто Может быть Только На запах Вот Игроки В радиусе 100 метров От Костра Могут Могут Рандомно Почувствовать Дым И у них Высветится Вы чувствуете Дым И он идет Где-то справа Потому что Вы обычно Ощущаете ветер И понимаете Пахнет Дымит справа Не то Что там Прям совсем 90 градусов Или 95 градусов Северо-запад Какой-нибудь Нет Просто где-то справа Вы просто понимаете Это где-то оттуда Вот Че еще Тут Вот Если в бензин Бензин Че я говорю Я уже вообще Капец устал У меня уже рот Сейчас вывалится Рот вывалится Из головы Так Костер Короче Можно быстро Потушить костер Налить воды Он Быстрее остывает Но Дает больше дыма Если случайно Налить туда Спирта Или бензина Костер Жахнет Короче Когда костер Горит В дожде Он горит Он потребляет Больше дерева Когда дождь идет А когда идет дождь Костер Сжигается Дольше Кстати Народ какой-то Приходит В чаты Да че все так Тормозит Что за фигня Ни ком Покорыто Какое-то О Неопознанная утка Неопознанный Баклан Неопознанный Аллигатор Неопознанный Ламантин Гугл ржет Топливо для Разжигания костра Ну опять То же самое Вот еще Классная идея Чтобы можно было Кидать вообще Любой объект Вот мы сейчас Можем в моде Кинуть Банку Бутылку Идея такая Кинуть Любой объект Выбрать действие Режим броска И кидать И автоматы И рюкзаки Все что только Можно держать В руке Это может дать Спасти жизнь Можно кинуть Кому-нибудь Пожрать Можно кинуть Кому-нибудь Бинт Из укрытия Когда вас Обстреливают Можно кинуть Рюкзак Можно кинуть Оружие В конце концов Заряженное Своему Другу Можно Нанести Повреждения Ну то есть Расширить Эту механику И реально Можно все кидать Почему-то Не выкинуть Из окна Свой рюкзак А потом Снайперка И хочется На него Зачем Спускаться Вы бы что Не выкинули Из окна Если бы нужно Было кого-то Привлечь То есть Гранаты Значит И бутылки Мы можем Кидать Все остальное Что Неподъемное Приросло Вот такая Идея Можно Например Даже Знаете же Будет музыкальный Приемник Музыку Любой Включаешь Из интернета Из интернет Станции Потоковой И она играет В радиусе Ее слышат Все игроки Так вот Берешь Включил Эту музыку Рок-н-ролл Из окна Швырнул ее И она там Играет где-то А ты Снайперишки Кто подходит Ее выключить Ну короче В любом случае Я не говорю Что это поможет Снайперам Я говорю Что это нужно Это может быть Это круто Короче Если это будет Вот тут написано Что обязательно Надо ограничить Камеру Привязать камеру К высоте Глаз Высоте взгляда Чтобы нельзя Было подняться Выше чем Рост твоего игрока В этом В виде От третьего лица То что Это все Читы Ну то есть Тут короче Описывается Как можно Снизить Читерство Третьего лица Вот тут Возможность Ну вот как я Показывал Может кто-то видел Как там Симуляция КМ А как там Затвор передергиваешь Там всякие Предохранители Мини-игра Короче Вот как Некоторые действия Можно Под действиями Всякими Мини-действиями Создать Мини-игру Например Смена колеса Например Это последовательность Нажатия Каких-то Определенных Клавиш Логичных Графических Или может быть Перетаскивание Каких-то Предметов На экране Чтобы Вы не просто Нажали И сидели Зевали Смотрели Три минуты Как он Колесо Меняет Вы деконтролируете Действия Нажали Четыре Один Два Три Четыре На клавиатуре Раскрутилась Гайка Или Четыре Гайки Сделали Четыре Круговых Вращения Колесо Снялось То есть Вот так Вот И тогда Будут Спецы Будут Люди Которые Будут Привыкать К этим Действиям Будут Вот так Быстро Все Выполнять И они Будут Реально Профессионалы Оно Придет Будет Полдня Тыкаться Что-то То Не То Не Туда Нажал Что-то Не Кто покрутил А спец Который Давно Тренирован Он Прокачал Себя Он Прокачал Не Скилл Смены Колеса Он Просто Его Быстро Делает И Потому что Есть Возможность Делать Быстрее Если Нет Возможности Делать Быстрее То Все Это Так Опять Карту Нельзя Видеть В темноте Значит Если Плаваешь То Значит Бумажные Объекты Разрушаются Что-то Тут Повторы Какие-то Конец Так Зомби Возможность Зомби Выбить Оружие Сбить С ног Схватить Игрока Прокусить Шею У игрока Появляется Действие Оттолкнуть Или Ударить Или Ножом Более Сильные Но Голодные Зомби Могут Прыгать Вот Как Рокет Сделал Кстати Это Прикиньте У нас Это Было Раньше Прыжок Быстрое Приближение Быстрая Атака Вот Можно Найти Очень Грязные Кровавые Инфицированные Предметы Одежды На Зомби То есть Сам Зомби Пускай Лежит Как Бревно Понимаем У него Одна Модель Одна Текстура Но Давайте Пусть У него В луте Спаунится Тоже Одежда Какая Ну Пусть Ты Возьмешь И Зомби Не Будет Голый Лежать Вонять Но Хотя Б Просто Интуитивно Ты Понимаешь Вот Ты Что происходит И на меня Бежит Этот Урод Зомби У меня Там Есть Кастет Дубинка Не знаю Нашел Палку Я ему Врезал Хорошенько Влупил Сам Я в шортах Только что С курорта Допустим Но Я вижу Что у этого Зомбака Нормальные Джинсы Я уже Понимаю Что у меня Сейчас Выживать Че Бен Допустим Там Ну Неважно Короче Вы поняли Нужно Чтобы У Зомбаков Тоже Респелась Одежда Пусть Это Будет Не Так Выглядеть Что Они Раздеты Но Главное Чтобы Она Респалась Дальше Значит Зомби Всегда Реагируют На Мертвые Тела Которые Недавно Убиты Они Всегда Доедают То есть Если У зомби Приоритет Ну Вообще Короче Чтобы Можно Было Отвлекать Зомби Кровавая Одежда Привлекает Зомби Ночью Зомби Кстати Надо Написать Зомби Ночью Менее Активны И Менее Агрессивны Агрессив И Еще Их Можно Слепить Вот Это Клевая Идея Мне Понравилась Ты Идешь Ночью Если Ты Фонарем На Зомби Навел Его Первая Реакция Прищурится Немножко Отвернуться Но Тогда Он Сильно Злится Клево То есть Вот у тебя Фонарик Ты прям Навоешь Отвернулся Короче И потом На тебя Побежал То есть На какое-то Время Ты можешь Ослепить Зомби У тебя Есть Будет Маленькая Маленькая Небольшая Возможность Шанс Свалить Зомби Они Конечно Будут Кричать Это Будет Все Очень Страшно Да Круто Будет Ночью Ну И Тут Лут Всякий Вот Что Можно Найти У Типичного Зомби И Что Будет Респиться У Типичного Выжившего Зажигалки Сигареты Паспорта Права Всякие Чеки Чеки Салфетки Ключи Ключи От Машины Очки Часы Мобильники Деньги Ювелирные Украшения Жвачки Тик-таки Билеты Автобус Короче А вот Еще Кажется Это Послед Ребята Ой Я не знаю Сколько Я уже Тут Сижу Час Два Час Не знаю Короче Я уже устал Но Это Последнее Животное Ну Вот Тут Один Чувак Недавно С Английского Форума Я Не Мог Не Добавить Я Добавил Он Предложил Эту Идею Что Если Вы Бегаете По Просто Бежите А не Приседей Не Скрытно То От вас Разбегаются Животные В лесу И Соответственно Вам Труднее Охотиться Это Очень Круто Это Будет Вообще Роскошно Это Очень Крутая Идея Горов Иногда Можно Находить Улей С Пчелами Которые Дают Мед Иногда Тебя Жалят Идея Это Тараканы Тараканы В Мусорных Районах И В Брязных Помещениях Ну и все Вот у нас Список Всех Кто Участвовал Кто Значит Это Список К сожалению На самом деле Это Не Весь Список Многие Люди Многих Людей Короче Список Мы Начали Составлять Немного Раньше Чем Начали Позже Чем Начали Писать Презентацию Поэтому Некоторые Люди Туда Действительно Не попали Ну Я попросил Всех Кто Себя Не Нашел Добавить Ну Если Что Добавлю Задним Числом Пока Что 110 Человек И Я Периодически Добавляю Очень Крутые Идеи Которые Появляются В Комментах Ну Вот И все Извините Что Вынес Вам Мозг Своей Презентации Но Теперь Моя Совесть Чиста И Перевод Я Делать Не Буду Я Добавляю